В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и противодействия распространению коронавирусной инфекции, областные государственные казенные учреждения Центра занятости населения области с 6 апреля перешли на дистанционный режим работы с населением и работодателями. В период действия режима повышенной готовности не допускается посещение центров занятости населения гражданами и работодателями. Взаимодействие с получателями государственных услуг осуществляется только с использованием бесконтактных способов. Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В период кризиса правительством Российской Федерации принято постановление об установлении социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными в условиях ухудшения экономической ситуации. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле, мае и июне, будут получать пособие по безработице в максимальном размере, который составляет 12 130 рублей, вне зависимости от среднего заработка по прежнему месту работы. А какова ситуация с безработицей и выплатами у нас в районе? Как нам сообщили в Центре занятости населения в телефонном разговоре? На сегодняшний день уровень безработицы составляет 2,82%. Это очень много. Если до пандемии на учёте стояло не более 120 человек и в неделю цифра эта прирастала четырьмя новыми безработными, то сейчас признаны безработными 571 человек. И ежедневно подают заявления через портал «Работа в России» в среднем 10 человек. Причём проживают они в самых разных уголках страны, но прописаны в городе или районе. Заявления в электронном виде подают и в выходные дни. Жалуюсь на то, что с первого раза удается зарегистрироваться не всем. Однако всё объясняется очень просто – перегрузкой. Ведь желающих встать на учёт и получить статус безработного по всей России очень много. Надо добавить, что не каждый, вставший на учёт в Центре занятости населения имеет возможность получить выплату в 12 130 рублей, озвученную президентом, а только те, кто остался без работы после 1 марта. Такую выплату они получают за три месяца – апрель, май, июнь. На сегодняшний день 167 безработных уже начали получать эти повышенные выплаты. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей в месяц. В Центре занятости населения отметили, что граждане несут персональную ответственность за предоставление недостоверных сведений. Социальные выплаты, назначенные на основании недостоверных сведений, обманным путём будут взыскиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение признания гражданина безработным принимается органами службы занятости по месту регистрации гражданина не позднее 11 дней со дня подачи заявления в электронном виде на портале работы в России. Доплата в эти кризисные дни положена и семьям с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными. На каждого ребёнка назначается доплата по 3 тысячи рублей. Также в апреле, мае и июне одному из родителей – приёмных родителей, усыновителей, а также опекуну или попечителю. На сегодняшний день такие доплаты получают 89 человек на 131 ребёнка. В заключении надо сказать, что если гражданин ранее не работал или обратился в центр занятости после более чем годичного перерыва в занятости или был уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, то независимо от даты признания его безработным, пособие по безработице будет назначено в минимальном размере – полторы тысячи рублей в месяц. Такое пособие гражданин будет получать три месяца. Субтитры создавал DimaTorzok